Беседа 5. Римлянам 1.28 И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Чтобы не показалось, что апостол, ведя длинную речь о мужеложестве, намекает на римлян, он перешел, наконец, к грехам другого рода, и во всей речи своей касается других лиц. И, как всегда, беседаясь с верующими о грехах и желая доказать, что их должно избегать, апостол приводит в пример и язычников, не в страсти похотения, как и народы, не знающие Бога, и далее, не в скорбете, как и прочие, не имеющие надежды. Так и здесь он указывает на грехи язычников и лишает последних всякого оправдания, говоря, что дерзновение их зависит не от неведения, но от склонности. Потому не сказал, так как не уразумели, но говорит, что так как не заботились иметь Бога в разуме, показывая, что грехи их происходили преимущественно от развращенного рассудка и любви к словопрением, а не случайного восприятия, были грехами не плоти, как утверждают некоторые еретики, но ума и порочного желания, и что источник всех зол заключается именно здесь. Так как ум их сделался привратным, то все наконец пришлось в беспорядок и смятение, когда руководитель оказался поврежденным. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавство, корыстолюбие, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия. Заметь, как речь постепенно усиливается, апостол называет их исполненными, притом всякой неправды, назвавши вообще порох, он потом переходит к видам его и к подверженным этим грехам, которых он с выразительностью и называет исполненными зависти, убийством, потому что убийство происходит от зависти, как это показал на примерах Авеля и Иосифа. Поставил в числе преступлений те, которые для многих кажутся безразличными, апостол опять усиливает обвинение, восходя в звердыни зол и превосокупляет гордость согрешить и много думать о себе хуже самого греха. Потому апостол и коринфян обвиняют в том же самом, говоря, а вы возгордились. Если тот, кто гордится добрым делом, обыкновенно этим все губит, то какого наказания достоин тот, кто делает это по поводу грехов? Такой человек, наконец, не способен будет и раскаяться. Далее апостол говорит, «Делатели зла, показывая, что они не довольствовались сделанным уже злом, но изобретали и другое, что опять было свойственно людям, поступавшим намеренно и по собственному расположению, изобретательны на зло, а не по увлечению и подражанию. Сказавшие о пороке, в частности, и доказав, что язычники опять восстали против самой природы, родителям, говорит, непокорны. Он восходит, наконец, и к корню столь великой порчи, называя их нелюбовны, непримирительны. И Христос указывает эту же причину порочности, когда говорит за умножение беззакония. Во многих охладеет любовь. Об этом говорит здесь Павел. Непримиримы, немилостивы, показывая, что они погубили самый дар природы. Мы имеем некоторое естественное расположение друг к другу, которое свойственно даже животным. Как и сказано, всякое животное любит подобное себе, и всякий человек искренний от своего. В Серахов 13.19. Но язычники сделали свирепие зверей. Таким образом, Павел изобразил нам здесь болезнь, распространившуюся во Вселенной от порочных учений. И ясно доказал, что та и другая немощь происходит от собственного нерадения больных. Наконец, апостол, как сделал и относительно учения, показывает, что язычники и здесь, в жизни, лишены извинения. Потому и говорит, они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако, не только их делают, но и делающих одобряют. Предположив два возражения, он предварительно разрешил здесь их оба. Может быть, ты скажешь, говорит он, что ты не знал, как должно тебе поступать. Хорошо, если и не знал, то виновен ты оставивший Бога, дающего тебе знания. Но теперь мы на основании многого доказали, что ты знал и грешил добровольно. Но ты скажешь, увлекался страстью. Зачем же содействуешь другим и хвалишься? Не только сами делают, говорит апостол, но и делающих одобряют. Таким образом, чтобы обличить язычника, апостол прежде всего ставит на вид самый тяжкий и неизвинительный грех, потому что одобряющий грех гораздо хуже самого согрешившего. Итак, сказавши об этом, и предварительно, апостол в следующих словах опять еще сильнее уличает язычника, говоря так, «Итак, неизвинителен ты всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя самого, потому что судя другого, делаешь тоже». Это он сказал, обращаясь к правителям, так как тот город Рим имел тогда у себя в руках власть над всей вселенной. Итак, апостол прежде всего говорит, «Всякий, кто бы ты ни был, сам лишаешь себя оправдания, так как когда ты осуждаешь прелюбодея, а сам прелюбодействуешь, то хотя бы никто из людей не осуждал тебя, но ты в приговоре о виновном выносишь определение о себе». Но мы, говорит, знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела, чтобы кто-нибудь не сказал о себе, что он доселе избегал суда. Апостол устраша его говорит, что у Бога не так, как здесь. Здесь один наказывается, а другой делающий то же самое избегает наказания, но там и иначе. Таким образом, апостол говорит, что судья знает правду, но откуда знает, не прибавил, потому что было излишне. Ведь в рассуждении нечестия он указал то и другое, и то, что человек поступал нечестиво, зная о Боге, и то, что он знал о нем из рассмотрения творений, так как там не всем было ясно, то он сказал о причине. Здесь же, когда стало всем известно, он проходит мимо. Когда же, говорит, всякий судящий обращает речь не к одним начальникам, но также к людям частным и подчиненным. 525. Все люди хотя бы не имели ни судейского престола, ни палачей, ни палки. Однако судят согрешающих, делая это в разговорах и в общих беседах, а также судят и судом своей совести. Так никто не осмелился бы сказать, что при любое не заслуживает наказания. Поэтому, но осуждает, говорит апостол, других, а не самих себя. Поэтому он сильно восстает на таковых, говоря, неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела, и сам делая тоже? Так как апостол на основании учения и на основании дел доказал великий грех вселенной, состоящий в том, что хотя люди были мудры и имели руководителем мир, однако, не только оставили Бога, но избрали вместо Него подобие гадов, обесчестили добродетель, повлечения естества предались пороку и даже восстали на самое естество, то, наконец, переходит к доказательству того, что все делающие так будут наказаны. Впрочем, говоря о самых делах, он уже упомянул и о наказании, сказавши возмездие делающим такое дело. Но так как они не чувствуют этого возмездия, то апостол возвещает о другом, которого они особенно боялись. Впрочем, он уже открыл и это наказание, когда говорил, что суд Божий есть поистине, говорит ни о чем другом, но именно об этом наказании. Кроме того, он опять подтверждает свою речь другими более сильными доводами, говоря так, помышляешь ли ты, о человек, и думаешь ли так, что судя другого и делая то же самое, ты этим и избежишь суда Божия? И своего суда ты не избежал, неужели же избежишь суда Божия? И кто может это сказать? Конечно, ты осудил самого себя, но если так велика строгость этого судилища и ты не мог пощадить самого себя, то каким образом Бог бесгрешный и безгранично праведный тем более не сделает этого? Или ты себя самого осудил, а Бог одобрил и похвалит? И какое это могло иметь смысл? Конечно, ты сам достоин большего наказания, чем тот, которого ты осудил. Не одно ведь и то же просто согрешите и наказавши другого согрешившего. Самому впасть в тот же самый грех. Ты видишь, как апостол увеличил вину. Если ты, говорит он, наказываешь меньшего грешника, между тем, как сам не перестаешь осквернять себя грехами, то как Бог, никогда не причастный к греху, гораздо больше не осудит и не обвинит тебя, уже осужденного собственными своими помыслами. А если ты говоришь, что сам признаешь себя достойным наказания, но вследствие долготерпения Божия пренебрегал исправлением и так как не подвергся наказанию вслед за преступлением и имел даже надежду на милость Божия, то знай, что вследствие этого самого тебе нужно наиболее бояться и трепетать. Господь медлит наказанием не для того, чтобы совсем не подвергать наказанию, но для того, чтобы если ты останешься неисправимым, наказать с большей строгостью, чего никогда пусть не случится с тобою. Поэтому апостол и добавляет, или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию, восхвалив до логотерпения Божия и показав величайшую его пользу для внимательных, а она в том, чтобы привлекать грешников к покаянию, апостол усиливает страх. Для воспользовавшихся, как должно, оно служит основанием спасения, а для презревших поводом к большему наказанию. А что касается распространенного мнения, что Бог, будучи благ и долготерпелив, не ищет наказания, то когда ты внушает апостол говоришь это, то говоришь ни о чем ином, как о привлечении на себя наказания. Ведь Бог являет свою величайшую милость для того, чтобы ты освободился от грехов, а не для того, чтобы ты прибавил новые, и как скоро этого не делаешь, то наказание будет ужаснее. Так как Бог долготерпелив, то поэтому тебе особенно и не должно грешить. Его благодеяние обращать в повод к неблагодарности. Ведь хотя Он и долготерпелив, но все-таки и наказывает. Откуда это видно? Из следующих слов апостола. А именно, если нечесть и великой, и нечестивые остались без наказания, то всецело необходимо их подвергнуть Ему. Если и люди не оставляют этого без внимания, то как оставить Бог? Таким образом, апостол отсюда повел речь о суде. Доказав, что многие, если не раскаются, оказываются виновными, а потом, что здесь они не подвергаются наказанию, Он заключает отсюда, что суд должен быть и при том строжайший, поэтому говорит, «Но по упорству твоему нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога. Когда человека не смягчает благость и не преклоняет страх, то что может быть грубее его?» Апостол уже показал Божие человеколюбие, а теперь говорит о наказании, именно о том, что оно для необратившегося и при таких условиях будет невыносимо. И смотри, какие точные он употребляет выражения, когда говорит, «Собираешь себе гнев, представляя его вообще чем-то сберегаемым и показывает, что виновником гнева служит не судья, а сам подсудимый. Ты сам, говорит он, собираешь себе, а не Бог тебе. Он сделал все, что было нужно, дал тебе способность распознавать доброе и недоброе, делил долготерпение, призвал к покаянию, угрожал страшным днем, всем привлекая тебя к покаянию. Если же ты остаешься непреклонным, то собираешь себе гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога. Чтобы ты, услышав о гневе, не признал его действием страсти, апостол прибавил праведного суда Божия и прекрасно сказал откровение, потому что тогда это открывается, когда каждый принимает по достоинству. Здесь многие часто вредят и злоумышляют вопреки справедливости, а там не так, который воздаст каждому по делам его. 527. Вы в беседе о суде и будущем наказании апостол был грозным и строгим, а здесь он не тотчас изобразил ожидаемое мучение, но обратил речь к более приятному, к воздаянию добрых дел, говоря так, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную. Здесь он ободряет и тех, которые пали в искушениях и показывает, что не должно полагаться только на веру, потому что тот будущий суд будет оценивать и дела. Заметь, что говоря о будущем, апостол не может ясно изобразить всех благ, но говорит о славе и чести. Так как эти блага превосходят все человеческое, апостол не может указать здесь на земле подобие их, то он, насколько доступно изображает их при помощи того, что у нас считается лучшим, сравнивая их со славой, честью, жизнью, которая для всех людей является предметом особого попечения. Но, однако, небесные блага не таковы, а как нетленные и бессмертные не сравненно выше этого. Видишь ли, как апостол упомянул о нетлении, отверз нам двери к познанию воскресения тел. Ведь нетление принадлежит телу, подверженному тлению. Потом, так как этого было недостаточно, он присовокупил славу и честь. Все ведь восстанем нетленными. Но не все славу, а одни для наказания, другие же для славы. А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, и ярость и гнев. Говорит далее. Опять он лишает извинения тех, которые жили в пороке и доказывает, что они впали в грех по упорству и беспечности. Вот и другое обвинение. Какую защиту может иметь тот, кто избегает света и избирает тьму? И при том апостол не сказал, принуждается и подвергается насилию, но повинуется неправде, чтобы ты понял, что их падение от свободной воли, а преступление не от необходимости. Скорь и теснота всякой души человека, делающего злое. Во-первых, иудея, потом и елена. То есть, хотя бы кто-нибудь был богат, хотя бы был консулом или даже царем, слово суда никого не устыдится. И достоинства здесь не имеет никакого места. И так, показавши чрезмерность болезни, представив ее причину, беспечность больных, конец, ожидающий их погибель, и легкость исправления апостола 5 и в наказание увеличивать тяжесть для иудеев, говоря, во-первых, иудею, потом и еленю. Кто пользовался большим наставлением, тот, нарушив закон, должен подвергнуться и большему наказанию. Таким образом, насколько мы рассудительнее и могущественнее настолько большему наказанию подвергаемся за грехи. Если ты богат, то от тебя потребуется больше пожертвования, чем от бедного. Если ты более умен, то потребуется и больше послушания. А если облечен властью, то нужны выдающиеся добрые дела, и во всем прочем ты должен поступать по мере своих сил и возможностей. Напротив, слава и честь и мир всякому делающему доброе, во-первых, иудею, потом и елену. О каком иудее здесь говорит апостол? О каких еленах беседует? О живших до пришествия Христова. Не дошла еще речь до времен благодати, но апостол пока останавливается на временах более ранних, приготовляя издали и постепенно уничтожая различия между иудеем и еленом, чтобы, когда сделает это в рассуждении благодати, не показалось бы чем-то новым и затруднительным для понимания. Ведь если не было никакого различия в более ранние времена, когда не воссияла еще благодать Христова, когда деяния иудеев для всех были почтенны и блестящи, то что могли бы об этом сказать тогда, когда явилась столь великая благодать? Вследствие этого, конечно, апостолы раскрывает такое учение с большим чищанием. Слушатель узнав, что оно господствовало в древние времена, тем скорее примет его теперь по принятию веры. А под еленами апостол разумеет здесь неедово поклонников на людей богобоязненных, повинующихся естественному закону, которые за исключением соблюдения иудейских обрядов исполняли все относящееся до благочестия. Таковы были Мессиседеки, бывшие с ним Иов, Невитяне, Корнили. Итак, апостол заранее подкапывает преграду между обрезанием и необрезанием, еще издали уничтожает это различие, чтобы совершить это без всякого подозрения со стороны и приступить к делу на другом основании. Как и свойственно всегда апостольской мудрости. Если бы он стал доказывать это прямо о временах благодати, то, кажется, речь его вызвала бы большее подозрение. Но когда, рассуждая о господствующих в мире нечестие и развращении, он по связи речи доходит до этого предмета, то делает свое учение совершенно свободным от подозрения. А что таково было намерение Павла, и по этой именно причине он так расположил свою речь, видно и следующего. Если бы он не старался подготовить это, то ему достаточно было бы сказать по жестокосердию своему нераскаянному сердцу, что ты собираешь гнев на день гнева, и прекратить эту речь, потому что она уже окончена. Но так как задача его была не в том, чтобы сказать только о будущем суде, но и доказать, что иудей не имеет никакого преимущества перед таким еленом, и не должен много думать о себе, то он идет далее и воспользовался указанным планом. Итак, смотри же. Апостол привел слушателя в страх. Возвестив ему о страшном дне, сказал, насколько дурна порочная жизнь. Доказал, что никто не грешит по неведению и не свободен от наказания. Значит, если еще не подвергся наказанию, то несомненно подвергнется. После этого он желает раскрыть, что учение закона не было чем-то совершенно необходимым, так как и наказание, и награда бывают за дела, а не за обрезание и необрезание. Итак, когда апостол сказал, что елен несомненно будет наказан, и из этого положения, как неоспоримого, вывел заключение, что он будет и награжден, то этим уже показал, что закон и обрезание излишне. Здесь он борется преимущественно с иудеями. Так как они любили спорить, и во-первых, вследствие гордости признавали для себя низким считаться наравне с язычниками, а во-вторых, смеялись над учением о том, что вера покрывает все грехи, то апостол сперва обвинил язычников, о которых завел речь, чтобы без всякого подозрения смелее напасть на иудеев. Потом, перешедший к рассуждению о наказании доказывает, что иудеи не только не получают никакой пользы от закона, но даже обременяется им. Все это он и подготовил выше. Если язычник неизвинительен в том отношении, что не сделался лучшим при руководстве природы и разума, то гораздо более неизвинительен иудей, который вместе с этим руководством получил учение и от закона. Таким образом, апостол, убедив иудея легко согласиться с этой мыслью в отношении к грехам других, по неволе заставляет его наконец сделать то же самое и по поводу своих грехов. А чтобы речь его была хорошо принята, он начинает ее с более приятному, говоря так «слава и честь и мир всякому делающему доброе, во-первых, иудею, а потом и елену». Здесь, какие бы блага кто ни имел, пользуется ими среди многих беспокойство. Будет ли это богач, владелец или царь, он часто бывает в раздоре, если не с другими, то с самим собою, имеет в своих помыслах жестокую брань, но там, в пользовании небесными благами, не бывает ничего подобного. Напротив, все тихо, свободно от смятения, соединено с истинным миром. Итак, апостол, научив при помощи сказанного выше, что и не имеющие закона будут наслаждаться теми же благами, представляет и основание, говоря так, «Ибо нет лицеприятия у Бога». Когда он говорил, что за грехи наказывается иудея-язычник, то это не имело нужды в доказательствах. Но когда желает показать, что и язычник удостаивается чести, то это уже требует основание. Казалось ведь удивительным и странным, чтобы тот, кто не слышал закона и пророков, удостоился награды за добрые дела. Потому, как, заметил я выше, он, говоря о временах бывших прежде благодати, приучал к этому их слух, чтобы легче было привести к признанию этого тогда, когда речь будет о переменах и временах веры. И здесь он остается совершенно вне всякого подозрения, так как излагает то, что не прямо относилось к его цели. И поэтому сказал слава, честь и мир всякому делающему доброе, во-первых, иудеи, потом елен, и прибавил, Бог не смотрит на лицо, у него нет лицеприятия. Вот с каким успехом апостол одержал победу. Доведя речь до нелепости, он заключает, что Богу не свойственно поступать иначе, потому что это было бы лицеприятием, а в Боге нет лицеприятия. И не сказал, если бы этого не было, то Бог был бы лицеприятен. Но выразился величественнее у нет лицеприятия у Бога. То есть Бог испытует не качество лиц, но различие дел. А сказав это, он раскрыл, что различие между иудеем и язычником состоит не в делах, а только в лицах. После этого следовало бы сказать, тем не менее, так как один иудей, а другой елен, то следствие этого один принимает честь, а другой поругание, но то и другое воздается по делам. Однако апостол не сказал так, потому что мог бы возбудить гнев иудея. Он предлагает нечто иное, большее, повергая еще ниже мудрствование иудеев и ослабляя его до такой степени, чтобы они могли принять и его учения. Что же такое? То, что следует далее. Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут, а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Здесь, как я заметил выше, апостол доказывает не только равночестность иудея-язычника, но и то, что иудей более обременен вследствие дарования ему закона. Язычник осуждается без закона, но это без закона указывает здесь не на большую строгость, а на большую снисходительность. То есть, что язычник не имеет обвинителем закона. Без закона, то есть, вне осуждения по закону. Это, говорит апостол, означает то, что язычник судится по одному только естественному разуму, а иудей судится по закону, то есть, вместе с природой его обличает и закон, так как, чем большим попечением он пользовался, тем большему наказанию подвергнется в 531. Видишь ли, как апостол представил иудеям большую необходимость прибегать к благодати, так как они говорили, что не имеют нужды в благодати, как оправдываемые одним только законом, то апостол доказывает, что они больше еленов нуждаются в ней, если только должны подвергнуться и большему наказанию. После этого опять приводит другое доказательство в подтверждении сказанного, «Потому что не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут». Праведливо сказал перед Богом. Ведь перед людьми только можно казаться честным, много хвалиться, но перед Богом совершенно наоборот. Одни делатели закона, исполнители оправдываются. Видишь, какой способностью владеет апостол, чтобы речь его обратить к противоположному. «Если ты думаешь спастись посредством закона», говорит он, «то язычник, явившись исполнителем написанного в законе, восхитит у тебя первенство». «И как, возможно, спросишь, сделать исполнителем, не будучи слушателем?» «Возможно, отвечает апостол, даже не только это, но и гораздо большее. Не только возможно быть исполнителем помимо слушания, но и не быть таковым после слушания, что яснее и с большей силой апостол и выразил ниже, говоря так. «Как же, уча другого, не учишь себя самого?» А здесь он пока доказывает первое. «Ибо когда язычники, не имеющие закона по природе, законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон, не отвергая закона, говорит он, но и при этом оправдая язычников». Видишь ли, как он, подрывая славу иудейства, не подает ни малейшего повода говорить о себе, что он унижает закон, а напротив как бы хвалит его и выставляет великим и таким образом все хорошо устрояет, говоря иже естеством, разумеет естественный разум. И он показывает здесь, что другие язычники были лучше иудеев, и самое главное лучше, потому что не получили закона и не имеют того, в чем иудеи по их мнению имели над ними преимущество. Язычники, говорит апостол, потому и удивительны, что не имели нужды в законе, но обнаруживали все свойственное закону, начертавшие в умах своих не письмена, а дела. Вот что именно и говорит он. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую в день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Видишь ли, как апостол опять указал на тот день и представил его близость, потрясая их мысль и показывая, что большей чести достойны те, которые, живя вне закона, старались исполнить законное. Уместно теперь сказать о том, что особенно достойно удивления в рассуждение апостола. Доказав уже предварительно, что Елен выше иудея, он не приводит этого в заключение своих суждений, чтобы не ожесточить иудея, а чтобы представить яснее сказанное мною, приведу собственные слова апостола, так как он сказал, что не слушатели закона, но исполнители закона будут оправданы. Да ему следовало бы и сказать, когда язычники, не имея закона, делают законные по природе, то они гораздо лучше научаемых от закона. Но апостол не говорит этого, останавливается на похвале язычникам, и пока не продолжает далее сравнение, чтобы иудей принял хотя бы и то, что уже сказано. Потому Павел не сказал так, но как? Когда язычники, не имеющие закона по природе законные делают, то не имея закона, они сами себе закон, а не показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствуют совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую, потому что взамен закона достаточно совести и разума. Этим апостол опять доказал, что Бог сотворил человека с достаточными силами избирать добродетеля и избегать зло, и не удивляйся тому, что одно и то же он раскрывает раз, два и более. Для него весьма было необходимо доказать эту важную истину, так как находились люди, которые говорили, почему Христос пришел ныне и где в прежнее время проявлялись действия Божьи промысла. Апостол мимоходом отражая их, доказывает, что и в древние времена, даже до закона, род человеческий находился под тем ибо что можно знать о Боге явно для них. И люди знали, что добро и что худо. Поэтому судили и других, за что апостол укорял их, говоря, каким судом судишь другого, почему же не судишь себя. Иудеям же даны были не только разум и совесть, но еще и закон. Для чего же апостол присовокупляет осуждающим или оправдывающим? Ведь если имеют писанные законы, проявляют то, что наконец может осудить разум, но слово осуждающим апостол относит не только к язычникам, но и ко всему роду человеческому. В день суда предстанут собственные наши мысли, то осуждающие, то оправдывающие, и человеку на том судилище не нужно будет другого обвинителя. Далее апостол, усиливая страх, не сказал человеческие грехи, но тайные человеков, так как он выше сказал, что помышляешь ли человек, что делая так и делая сам, творя то же, избежишь суда Божия, то чтобы ты не допустил, что приговор Божий такой же, какой и ты сам произносишь, но понял, что определение Божие гораздо строже твоего апостола и заметил тайны человеков, а потом присовкупляет, по благовестию моему Иисусом Христом. Ведь люди бывают судьями одних только явных дел. Хотя выше апостол говорит об одном отце, но когда уже поразил слушателей страхом, начал речь и о Христе. Однако же непросто, но и здесь сперва упомянул об отце, а потом наименовал Христа. Этим он возвышает достоинство своей проповеди и говорит, что проповедь эта возвещает то же самое, что раньше открыла природа. 533. Видишь ли, как апостол мудро, ведя своих слушателей, приблизил их к Евангелию и Христу, и как доказал, что наши дела не останавливаются здесь, но простирается далее, что он раскрыл выше, сказавши, собираешь себе гнев в день гнева, тоже подтверждает, теперь и здесь судит Бог тайные человека. Итак, каждый обратясь к своей совести и размышляя о грехах своих, пусть потребует строгого отчета от себя самого, чтобы тогда не быть нам осужденным вместе с миром. Суд тот страшен, престол судьи грозен, требования отчета исполнены ужаса, река огненная пространна, и брат не избавит брата. Вспомни то, о чем говорится в Евангелии, вспомни ангелов, повсюду летающих, чертог заключенный, светильники неугасимые, воинство небесное, влекущее к печи. По мысли о том, что если бы теперь перед одной только церковью был обнаружен тайный проступок кого-либо из нас, то он пожелал бы лучше погибнуть и даже себя поглотить в земле, чем иметь стольких свидетелей своего преступления. Что же мы будем испытывать тогда, когда перед целой вселенной будет все выставлено на этом блистательном и открытом позорище, и когда знакомые и незнакомые будут созерцать все наши дела. Но, увы мне, чем я вынуждаюсь устрашать вас? Не людским ли мнением тогда, как следовало бы сделать это силой страха Божия и собственного сознания? Скажи мне, что с нами будет тогда, когда нас связаны со скрижащищими зубами поведут во тьму кромешную. А лучше сказать, что мы будем делать, когда, что всего страшнее, предстанем пред Богом. Если кто имеет чувство и разум, тот уже подвергся гиене, как только оказался вне лицезрения Божия. Но, так как и это нас не огорчает, то Бог и угрожает огнем. Но, ведь следовало бы не тогда скорбеть, когда нас наказывают, а тогда, когда грешим. Послушай, как Павел плачет и сокрушается из-за грехов, за которые он не имел подвергнуться наказанию. Что я не достоин называть апостолом, говорит он, потому что гнал церковь Божию. Послушай, как и Давид, хотя и был освобожден от наказания, но, поскольку признавал себя оскорбившим Бога, призывает на себя мщение и говорит, да будет рука Твоя на мне и на доме отца моего. Второе царство 24.17. Оскорбить же Бога тяжелее, чем быть наказанным. А мы находимся в столь жалком расположении духа, что если бы не было страха гиены, то, может быть, и не пожелали бы сделать что-нибудь доброе. «Потому мы и достойны гиены, если не за что-либо иное, то именно за то, что страшимся гиены больше, нежели Христа». Не таков был блаженный Павел, но совершенно противоположного настроения. Но так как мы иные сравнения с ним, потому и осуждаемся в гиену. Если бы мы любили Христа, как и должно любить, то знали бы, что оскорбить любимого тяжелее гиены. Но мы не любим, потому и не понимаем громадности этого наказания. И это именно есть то, о чем я преимущественно сокрушаюсь и плачу. И чего не делал Бог, чтобы быть любимым нами? Чего Он не предпринимал и что оставил без применения? Мы оскорбили Бога, который ничем нас не обидел, а напротив облагодетелствовал бесчисленными и незреченными благами. Мы отвратились от Него, когда Он призывал нас и всеми мерами привлекал к себе. И однако Он не наказывал нас, но Сам поспешил к нам, остановил бегущих, а мы устремились от Него и предались дьяволу. Но Бог и в этом случае не оставил нас, а посылал к нам опять тысячи призывающих, пророков, ангелов, патриархов. Мы же не только не приняли посольство, а еще и оскорбили пришедших. И после всего того Бог не возгнушался нами, но как ревностные и спредираемых почитатели всюду ходил и говорил Небу, Земле, Иеремии, Михею, не с тем, чтобы нас обвинить, но чтобы оправдать собственное деяние. Вместе с пророками Он и сам приходил к удалившимся от Него, готов был дать им отчет, просил, чтобы мы вступили с Ним в разговор, и так как мы были ко всему глухи, Он привлекал в беседе с Собою. «Люди мои», — говорил Он, «что я сделаю вам или чем обидел вас, отвечайте мне», Месея 6.3, «После всего этого мы умертвили пророков, побили их камнями и совершили тысячи других злодеяний». Что же было взамен этого? Бог послал не пророков, не ангелов, не патриархов, но самого Сына. Умерщлен был и Сын, пришедший на землю, но это не потушило любви, а еще сильнее воспламенило ее. И Господь, и после убиения Сына Его, не перестает просить, молить и делать все, чтобы привлечь нас к Себе. И Павел восклицает, и мы, посольство во Христе, и как бы сам Бог умоляет нас, примиритесь с Богом. 2 Коринфянам 5.20 5.35 Но ничто из этого не изменило нас, а Господь не оставил нас в таком положении, но продолжает то угрожать Диенную, то обещает царство, чтобы хотя этим привлечь нас, мы же еще пребываем в своей бесчувственности. Что может быть хуже такого зверства? Если бы это совершил человек, то не сделались бы мы его рабами навсегда, а от благодетельствующего нам Бога мы отвращаемся. О беспечность! О неблагодарность! Мы, которые всегда живем во грехах и пороках, если когда-нибудь сделаем какое-либо и малое добро, то, по примеру безрассудных рабов, с большой мелочностью высчитываем и со строгой точностью определяем вознаграждение, если только дело заслуживает какой-нибудь платы. Но ты получишь большую награду, если станешь работать не в надежде на награду. Ведь говорить об этом и точно высчитывать это занятие свойственное больше наемнику, нежели благоразумному слуге. Должно все делать для Христа, а не для награды. Потому он и угрожал гиену и обещал царству, чтобы мы возлюбили его. Итак, возлюбим Христа сколько и должно любить. В этом великая награда, в этом царство и радость, наслаждение и слава и честь, в этом свет неисчислимое блаженство, которого не может ни слова выразить, ни ум постигнуть. Впрочем, я и не знаю, как я перешел на такие речи. Советуй людям, которые не презирают ради Христа настоящего господства и славы, пренебречь царством, хотя великие и знаменитые те мужи достигли и этой меры любви. Послушай, как Петр пламенеет любовью ко Христу, предпочитая его и душе, и жизни, и всему. Даже когда отрекся от него, то не из страха наказания плакал, но потому что отвергся возлюбленного, что было для него мучительнее всякого наказания. И все это он обнаружил прежде получения благодати Духа и часто обращался ко Христу, говоря, куда идешь? И прежде этого, к кому идешь? И опять, я пойду за тобою, куда ты пойдешь? Христос составлял для апостола все, и они ни неба, ни царства небесного не предпочитали возлюбленному. Ты для меня все это, говорил Петр, а почему ты удивляешься, если Петр был так привержен ко Христу? Послушай, что говорит пророк. Что мне на небе и что на земле, и без тебя ничего не хочу на земле? Слова эти означают следующее. Из всего горнего и дольнего ничего иного не желаю, как только тебя одного. Псалом 72-35 25. Вот это любовь, вот это привязанность. Если мы так станем любить, то не только настоящее, но и будущее почтем за ничто в сравнении с этой любовью нашей, и наслаждаясь любовью к нему, приобретем через это царство. Но как это будет возможно, спросишь ты, если мы представим себе, сколько раз мы оскорбляли Бога после бесчисленных благ от Него полученных, и Он не переставал призывать нас, сколько раз мы удалялись от Него, и Он не презирал нас, но Сам приходит к нам, призывает нас, и привлекает к себе. Если мы размыслим о всем этом и подобном, то получим возможность возжечь в себе такую любовь. Если бы тот, кто так любил, был незначительный человек, а тот, кого так сильно любит, был царь, то неужели бы он не тронулся величием любви? Даже весьма был бы тронулся. Но когда бывает наоборот, и с одной стороны неизреченная красота, слава и богатство любящего нас, а с другой совершенное наше ничтожество, то как же недостойны бесчисленным наказания мы, ничтожные и презренные, любимые чрезмерной любовью существа великого и чудного, но высокомерно отвергающие его любовь? Ведь Бог не имеет в нас никакой нужды, и однако не перестает любить нас, а мы крайне нуждаемся в нем, однако любви его не принимаем, предпочитая ему деньги, человеческую дружбу, телесный покой, власть и славу, тогда как он ничего нам не предпочитает. Он одного имел сына, единородного и возлюбленного, и его не пощадил ради нас, а мы многое предпочитаем ему. И так, разве не по справедливости нам угрожают гиены и наказания, хотя бы они были вдвое, втрое, даже тысячу раз ужаснее? Что мы можем сказать в ответ, когда повеление сатаны предпочитаем законам Христа и неродим о своем спасении, предпочитает дела, лукавство тому, кто все за нас претерпел? И какого извинения заслуживает все это? Какого оправдания? Никакого! Станем же наконец твердо, не увлекаясь по стремнинам, образумимся и, размыслив обо всем этом, воздадим Богу славу посредством дел, потому что одних слов недостаточно. И чтобы и нам насладиться славой от него, достигнуть кое, да будет дано всем нам благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу и Святому Духу слава, держава, честь, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Субтитры Субтитры